11 декабря в нашей стране ежегодно отмечается День памяти солдат, погибших в Чеченской Республике. В этом году он совпал с 20-летием со дня начала Первой Чеченской кампании. Около полутора тысяч наших земляков стали участниками Чеченской войны. Как прошел этот памятный день в нашем городе, расскажут наши корреспонденты. 11 декабря 1994 года войска российской армии вошли на территории Чечни для наведения конституционного порядка. Российские офицеры и солдаты стали защитниками мирного населения Чечни от террористов и зверства боевиков. Лицом к лицу они столкнулись с жестокостью и ненавистью врага. Прошли испытания с суровыми лишениями, тяжелыми ранениями, потерей друзей, отметил глава района. По этому травическому и героическому пути прошли наши земляки, воевавшие в Чеченской Республике. Верные присяги, убежденные в том, что защищают интересы Родины и оказывают помощь соседнему народу, ребята с честью выполняли свой воинский долг. Более тысячи наших парней воевали в Чечне. Эти люди достойно защищали нашу страну от терроризма. Но важно не только говорить о подвиге тех, кто остался в живых, но и не забывать о тех, кто так и не вернулся с поля боя. Жертвами той страшной войны стали десятки тысяч людей, в том числе и из нашего района. 15 славянцев сложили головы на чеченской земле. Их имена увековечены на аллее памяти. Роман Синеговский выразил огромную благодарность семьям, которые воспитали настоящих героев. Уважаемые родные погибших солдат и офицеров, солдатские матери и вдовы, трудная и троическая судьба выпала на вашу долю. Вырастили детей, провожали их служить в армии, трудились, не покладая рук, не считаясь со временем. Ждали писем, ждали встреч. Не всем выпала радость дождаться сыновей и мужей. Позвольте выразить вам искреннюю благодарность и признательность за воспитание настоящих сыновей Родины. Затем Роман Синеговский за вклад в патриотическое воспитание молодежи и подростков вручил председателю славянского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и локальных войн Алексею Зубченко именные часы. А самым активным членам общества благодарственные письма. Все войны, будь они большие или локальные, военные конфликты или контртеррористические операции, всегда сопряжены солдатской кровью, горем и страданиям многих людей. Война, какой бы она ни была, осталась открытой раной в душах тех, кто прошел по ее дорогам, всеми погибших и пропавших в первости солдат. Роман Тарасенко – участник первой чеченской кампании. На его глазах гибли боевые товарищи, о которых он никогда не сможет забыть. Сейчас Роман – руководитель Народного вокально-инструментального ансамбля ветеранов боевых действий «Кавказ». После окончания торжественной части руководители города и района, ветераны Великой Отечественной войны, Афганистана и локальных войн, школьники и жители города возложили цветы к стелам солдат, погибшим в Чеченской войне. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».